Всем привет дорогие друзья, меня зовут Илья, перед вами рубрика разоблачения фейков в PUBG Mobile. Для тех кто смотрит нас впервые, объясняю. В ней мы проверяем и разоблачаем видосы по PUBG, которые находят наши зрители на просторах интернета. Причем не просто находят, а сомневаются в том, что на этих видосах происходит. А вот наша задача разобраться, либо подтвердить происходящее на видосе, либо опровергнуть. В общем, как всегда, будет очень интересно. Так что наливайте самый вкусный чаёк, устраивайтесь поудобнее и да, большая просьба к вам. Написать комментарий под роликом и поставить лайк, это очень хорошо продвигает видосы. Ну а мы начинаем. На днях я зашел в мобайл и заметил, что наконец в игру добавили новый боевой пропуск. Правда элитного пропуска у меня нет, да и на баланс не то что много UC. Элит пасс стоит 360 UC, а роял пасс плюс и вовсе 960. Так как же тогда купить UC, если через игру их пополнить нельзя? Я нашел способ, как приобрести игровую валюту игрокам из России. Это сайт playrock.com. Для покупки роял пасса мне понадобится 360 UC. И на плейроках можно купить максимально дешево. Как это сделать? Нажимаем на ссылку в описании и выбираем нужную вам сумму. Оплачиваем любым удобным способом. Например, банковской картой или киви. Вводим игровой ID и ждем несколько минут. И вот купленную UC уже на аккаунте. Подтверждаем покупку и бежим покупать РП. Плейрок это более 500 тысяч отзывов с рейтингом 5 звезд. И моментальное получение игровой валюты через ID без входа в ваш аккаунт. Боевой пропуск должен быть у каждого игрока. Так что поспеши купить UC по низкой цене на playrock.com. Ссылочка в описании, а мы продолжаем. Итак, начинаем с первого видоса на сегодня. Он у нас из мобильного пабга и судя по всему нас ожидает очередной прикол с ивентом. Давайте посмотрим, что же там такое, обсудим с напарником и конечно вылетим на проверку. Понял. Уазик запарашютил наверх и сидит. И сидел. Сел, сидит. Я думаю, должно робить типа. Давай посмотрим. Но опять же, я думаю недолго. Я думаю, он типа падает через время. Вряд ли он прям висит всю катку типа. Давай, давай посмотрим. Забавно. Минута. Нормально, нормально. Ты говоришь сразу, как притемляемся, закидывай этот вазик, чтобы он прилетел. Успел прилететь. Достаточно быстро. Да. Оперативника. Так. Сели, сидим. Что-то будет? 15 секунд осталось. Ждем, погидаем. Давай. Мне кажется, он сейчас вниз полетит. Мне тоже кажется, что он сейчас вниз полетит. Хотя он в воздухе стоит. Он не до этого держится. Я прям чувствую, что он сейчас вниз полетит. Ага. Ага. Да ну нафиг. Я понял. Так. Неплохо. Ну а давай порассуждаем. Что понту типа? А я не знаю. А попробуй поедете вперед. Вперед-назад поедем. Мы точно упадем. Точно упадем. Ну то есть факт есть, да, что мы летаем. То есть так можно видимо сидеть реально долго. Ну а смысл? Ну вот реально смысл. То есть вас просто могут расстрелять. Типа там взорвать вазик, что-нибудь что-нибудь сделать. Давай поеду вперед. Давай. А, все. Да. Короче, как этот сонный паралич проходит, сразу падаешь вниз. Ну не фейк, но опять же, как его применить? Ну зачем? Да, типа можете предложить в комментах, типа кто догадается. Но я не вижу какого-то полезного применения этому багу. Просто прикольный, прикольный баг. Какого вообще применения абсолютно логичного? Тут есть другой баг, типа где ставят магазин, ставили точнее, покупали калаш и можно было с калаша отсюда стрелять. Но его уже пофиксили. Это так. Ага. Инсайдерская инфа. Да. А вот этот вообще беспонтовый баг. Хоть баг и показался нам бесполезным, это не фейк. И так застрять в воздухе у вас получится. Напишите в комментариях, как можно его полезно применить в катке, а мы летим дальше. А вот второй видос на сегодня произвел настоящий форор в ТикТоке и конечно же оперативно добрался и до нас. Давайте посмотрим, что там на этот раз и почему нас так часто отмечали под этим видосом. Ну чел едет за рулем и мотается бинтами и энергетики пьет. То есть раньше только на пассажирском такое было, типа как ты помнишь. Сейчас поход добавили, что за рулем так можно делать. Давай посмотрим, ну что-то как-то нет. Ну го. Нелогично даже как-то. Ну давай, давай глянем. Опять будет писать, вот Сеникс обнову не чекает, а потом видео глупые снимают. Погнали. Что-то я не знаю, страшно, пробуйся. Слушай, не работает это. Не работает? Нет, нас что, обманули что ли? А ну-ка, у тебя есть что-то? Это фулл обман, я тебе все отдал. Да нет, то что пассажирское, это 100% работает. Ну это понятно, да. К бабке не ходи. Так, дай-ка я в соляночку попробую. Давай. Нет, слушай, ничего не работает. Не работает? Нет, а ну-ка, если бинты. Нет, причем даже в накате, типа, я вот еду, пускаю, я не могу, типа, в накате это сделать. Короче, обман. Да ладно, блин. А как? Чего у них, почему это было? Может он пересаживался как-то, а там не видно, что пересадка была. Да нет, не видно. Типа, это же логично, типа, ты разгоняешься, пересаживаешься, лечишься и обратно садишься. Типа, на инерции катится мопед. Так нет, он прям за рулем там сидит, там видно, что он руки потом на руль кладет, типа. Ну, смотри, он там это делал на трехколеске, типа. Ты видишь, по логике, типа, если отпустить руль на двухколеске, то она упадет нахрен. Логично. Поэтому, может, типа, это на трехколеске только так можно. Ну, это тогда овергениально со стороны PUBG будет, если это реально настолько продумано. Вот надо посмотреть. Так, ну давай. Не. Не? Что-то, походу, мы этот, сильно разогнали эту идею. Не работает она. Ёлки-макалки. Но продумали мы классно для PUBG. Так что могут брать на заметку, в принципе. Можете сделать. Было бы классно. Разрешаю, можете сделать. Не работает. Ну, да. Фейка получается. На пассажирском, типа, в легкую, вот, типа, все прокликивается. Ну, да. А за рулем нет. Вообще никак ничего не хочет. Ни бинты, ни болеутолялку. Обидно, блин. Трэш. Фейк. А как нас так обманули? Я бы что-то прям поверил, типа. Обидно. Не понимаю, как, но этого видоса получилось нас обмануть. Причем я перепроверил перки из новой обновы, в описаниях нигде нет такого навыка. Так что перед нами фейк, а вот как он снимался, это, конечно, большой вопрос. Идем дальше. На очереди третий видос, который также связан с одним из новых перков. Давайте его посмотрим, обсудим, а затем отправимся проверять. Короче, этот видос ходил еще, когда этот ивент, типа, в оригинале был первый раз. И тогда он работал точно, потому что много видосов было. Сейчас я не уверен, могли фиксануть. Как вот и с вазиком, с велосипедом. Такс, такс, такс. Попадаешь просто в этот. В сейфе все. А, ага, сейчас, подождем. То есть он ставит сейф, вот этот магазинчик, да? Да. Давай попробуем. Давай, я думаю, что не робит уже. Мне тоже кажется, что уже не работает, потому что они такие вещи очень быстро фиксят. Ну, как минимум, после обновы должны были фиксануть. Да, давай посмотрим. Мне кажется, что не работает уже. Так, ну на месте мы. Давай попробуем. Да, да. Раскидывай. Получается, сюда он ставил. О, кстати, сюда можно поставить. Опа. Ну-ка, попробуй. Ага, все. Что, закрыли? Все. Ну-ка. Стена больше не прозрачная. Давай-давай-давай-давай, еще-еще-еще пробуем. Ты видишь, ты в нее, короче, попадаешь вовнутрь, типа в кубик этот залазишь. И все, и тебя выскидывает обратно. Ну, я вижу, да. Но, типа, что-то там все равно есть. Он так пробагивается, пропукивается. Ну, сам кубик вот этот вот магазинный. А в стену не попадаешь. Давай-давай-давай, у нас пока минутка есть еще. Пока он активный. Там можно еще пробовать его подвинуть потом поглубже туда. В стену. Может он так сработает. Так. О, ты сейчас у меня вообще как будто влетел туда. Вот у меня тоже бывает такая, типа, камеру туда внутрь закидывает, но я сам внутрь туда не попадаю. Ну, камера, да, мне что-то же пролетало пару раз. Да. Что-то есть, вот что-то есть. У нас же прям с первого раза, вот как у него, такого, конечно, нет. Дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-пробую поставить. Я сейчас, например, находит. Дожди, давай-ка вот так вот. А мне кажется, наоборот надо было поближе. Ой, сори. Я максимально близко поставил. А, как он сразу активировался, да? Да, как он активировался, как он белый. Стал, короче. Я так его и влепил к стенке. Ага. Нет, это не работает. Брэ. Но там просто мне так это легко было, капец. У нас с первого раза. Ну, у тебя перезарядился? Да. Нужно поставить еще один. Давай, это сейчас вырубим. Давай. Так, попитка номер три. Вот тут давай. Нет. Таща, можно я прям с разгонщика пробую в слоу? Вот он в него багается, да? А вот внутрь туда никак. Хотя пару раз камера, конечно, улетала. Но, блин, это поедине о чем не говорит. Ну, мне кажется, все пофиксили уже. Потому что вообще никак не получается. Ни одной предпосылочки даже нету, чтобы это работало. Я тебе говорю, они, типа, этот баг очень древний, типа. Он еще ходит, вот как эти перки были в первый раз завезены еще в игру. То есть месяца, два, три, типа. Поэтому у них время было, чтобы пофиксить. Короче, ребята, скорее всего это фикс. Потому что у нас не получается это сделать. Это, конечно, не прямо достоверный показатель. Но, тем не менее, видите, что, типа, обыватель не сможет это повторить. А значит, это уже, типа, смысла особо не имеет. Че-то есть, но там вот как будто какая-то пластина все-таки мешает. Че-то есть и че-то нет. Да, че-то они там забетонировали, походу, дырку, через которую прорезали. Но, судя по всему, баг успели пофиксить. И теперь так просто в бункер попасть не получится. Ролик фейк и идем далее. Ну и последнее видео на сегодня. Тут без лишних слов предлагаю сразу смотреть и отправляться на проверку. Тут, типа, 0-0-0, не знаю, даже как это, 1 миллион на процента. Что в Липовке можно найти ракетницу на какой-то бочке с мукой или что-то такое, не знаю. Я уже закашлялся, мне кажется, он сам туда положил. Ну, мне тоже так кажется, да. Сам положил, сам нашел. Да, сам придумал, сам снял. Прямо вот, и непонятно, что значит это 0-0,1%. Это, типа, 0-0,1%, что ты в это поверят? Или что? Ну, го, проверим, давай. Люди сомневаются, просят проверить. Мало ли че. Так, кто первый туда заобезьянит? Товую ракетницу. Пожди, а как надо понять? Ага, все. Ну, я думаю, как-то вот здесь вот. Сейчас мы тут. Так вот, опа, опа. И тут ничего нету, ничего себе. А че, типа, до туда допрыгивается, что ли? Да. Ого. Прямо так, да, эффектно. Короче, обман это. Тут нифига ни ракетниц, ни другого лута нету. И, в принципе, тут спауниться не может. Типа, лут он спауниться, когда там прописана какой-то, ну, локация под него под спаун. Типа, как видите, на бочках она точно не может быть прописана. Поэтому он туда сам его положил. Да я не попадаю туда, я не могу залететь. Да, я с первого раза, кстати, смог. Так, ну смотри, если под подушку положить телефон, три раза в ладоши хлопнуть и подтянуться туда, то там, ну-ка, че-то... Там лежит что-то, прикинь. Ну, Гач, я еще просто не заметил. Понятно, все. Короче, да, так это все и выглядело. В общем, фейк это прям галимый. Ожидаемо, но наверху ничего не оказалось. Ролик, как и все подобные со спавнером ракетницы, фейк. Ну, а на этом у меня сегодня все. Так и получился ролик, если вам понравился, был для вас интересным и полезным. Также ставьте лайк, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на канал, прожимая колокольчик. А с вами был я, Илья Акисенекс и Артем Вайс. Всем удачи, всем пока и до скорых новых встреч.